Приветствую, друзья! Сегодня мы с вами поговорим о большой такой колонке. Это Tronsmart Element T6 Max Wireless Speaker. Вот такой большой, такой красивый от компании Tronsmart. На боковой части у нас также логотип производителя. И сзади, то есть снизу, имеем основные технические характеристики. Из важного, друзья, Bluetooth поддерживается пятой версии. Есть водозащита формата IPX5. Выходная мощность 60 условных ватт. Динамики 8 пассивных, 4 активных твиттера и 1 сабвуфер. Частотный диапазон 40 Гц, 20 кГц. Соотношение сигнал-шум минус 65 дБ. То есть, ну немножечко колонка шипит, при работе это нормально. Эквалайзер имеет три встроенных пресета, аккумулятор на 12 тысяч ампер. Это обозначает, что где-то 20 часов колонка должна играть на 50 процентов громкости. В реалии чуть поменьше, конечно же. Ну и есть, конечно же, ТВС, есть NFC, есть AUX. Размеры 140 на 140 на 193 и весит колонка 2 килограмма. Имеет такой формат поддержку SoundPulse. Об этом чуть попозже поговорим. Что шло в комплекте? Комплектация, не скажу, что богатая, но нормально. Имеется гарантийная карточка. Имеется подсказка, как переключать пресета эквалайзера. Судя по всем, их допилили в самом конце, потому что даже в инструкции их нет. Отдельная бумажка идут. Бумажка по SoundPulse, для чего она нужна, как это работает. В общем, здорово. И инструкция по эксплуатации на куче языков, кроме русского. Английский тут, французский, всякое-всякое. Описано подробно, что за что отвечает, как что делать. И это удобно, хорошо. В принципе, можно ознакомиться. И, конечно же, есть у нас набор кабелей. Стандартный AUX кабель для подключения, например, плеера или телефона через три с половиной миллиметра. И USB на USB Type-C зарядный кабель для того, чтобы заряжать данную колонку. У колонки, почему-то, два вида зарядки. Зачем это, мне лично непонятно. И главное, друзья, огромный мешочек такой, как для зонта. То есть, водозащитный, фирменный, в который можно эту колонку засунуть. Вот она колонка, и она вот так вот помещается в этот мешок. Можно действительно в этом мешке переносить. В общем, да. Зачем, тоже не очень понятно. Потому что у самой колонки есть водозащита IPX5. Это здорово. Кроме того, она поддерживает ТВС. То есть, можно купить две колонки, соединить их в стереопару. Это великолепно. И технология, это самая технология SoundPulse. На чем она основывается? Ну, все, на самом деле, очень просто. Когда мы меняем громкость, меняется АЧХ колонки. То есть, чем тише, тем больше баса. Чем громче, тем меньше баса и больше высоких частот. Вот так вот это все примерно работает. Есть защита от воды IPX5. Это от водяных потоков с любого направления из того, как она выглядит. Вот так вот она красиво выглядит. Здесь ткань. Это металл. Это пластик. Здесь сенсорная панель у нас. С нижней части прорезинена, чтобы она не скользила. И здесь имеется под заглушкой набор дополнительных опций. Это Type-C для зарядки. Еще один порт для зарядки, для того, чтобы использовать то самое 24 вольта 0,65 ампер. Аукс. И кнопка включения. Эта кнопка работает, на удивление, друзья, через прям заглушку. Зажали. Слышим, колонка включилась. Как только она включается, сверху мы видим световую индикацию, как это все работает. И, кроме того, можно услышать небольшой шум. Да. Минус 65 децибел. Колоночка шумит. Вернее, шумит не колонка, шумит усилитель. Что мы здесь видим? У нас есть сенсорные кнопки плюс-минус, которые увеличивают, уменьшают громкость. Средняя кнопка, она же play-pause. Кнопка микрофон. Кнопка микрофон позволяет вам вызвать глазового ассистента, если на нее зажать. Если на какое-то время зажать на среднюю кнопку, то происходит переключение эквалайзеров. Ровно три эквалайзера здесь. Это Balanced, 3D и Deep Bass. И здесь есть еще три индикатора. Сейчас горит, как видите, только один, обозначающий подключение по Bluetooth. Есть еще индикатор для того, чтобы показать, что есть подключение AUX. И индикатор для того, чтобы говорить, есть зарядка или нет. Для того, чтобы зажечь светодиоды на сенсорной панели, достаточно куда-нибудь кликнуть. Вот NFC, Bluetooth. Если нажать на Bluetooth, Bluetooth отключается. Собственно, вот это и все управление. Не сложно и достаточно просто. Если зажать на двух колонках Bluetooth, происходит спаривание ТВС, чтобы две колонки играли как стереопара. Из интересного, на максимальной громкости ничего не дребезжит, никаких хрипов, перегрузок нет. Очень громкая, реально безумно басовитая. Очень влияет поверхность, на которой колонка стоит. Если поверхность деревянная, как у меня сейчас, будет очень круто. Если надо поменьше баса, установите на какой-нибудь на палац или на что-нибудь такое, тогда будет прослойка, шумоизоляционная, будет меньше вибраций, соответственно, чуть поменьше баса. По динамикам. Восемь пассивных излучателей. Пассивные излучатели находятся вот здесь. Здесь же находятся активные. То есть, между активными четырьмя находятся восемь пассивных. И один горизонтально расположенный басовый излучатель. Он трехдюймовый. На нем написано 30 ватт, 6 Ом. Ну, вот так вот. По поводу времени работы. Да, нам заявлено, что здесь у нас 20 часов на 50 процентах, но у меня выходило где-то 12 часов на 50 процентах громкости. Есть автоотключение. Это здорово. Экономит батарею, но иногда там уходишь чайка заварить, а приходишь, колонка уже сама по себе и выключилась. По поводу динамиков. Получается у нас, если разбирать, то два левых, два правых и сабвуфер. По начинке у нас получается усилитель, он же чип Nuvaton NPC-P215F на 10, 10 и 20 ватт. 20 ватт идет у нас получается на сабвуфер и 10 на сателлиты. Bluetooth-чип уже классический АТС 2819 с SBC-LL. Да, тут ни АСИ, ни АПТХ, ничего такого нет, только SBC. Фильмы смотреть, ну, задержка ощутимая. Задержка есть, да, она чувствуется, но все-таки вот, что смогли выжили. То есть, SBC-LL это low latency, то есть, минимальная задержка, которая возможна только для SBC. Замеры, конечно же, делал. АЧХ делал 4 раза на разных программах и удивительно, но с разными пресетами эквалайзера толком меняется только общий уровень. Сама кривая АЧХ практически одинаковая. На слух она реально чувствуется. Чувствуется, что пресет 3D чуть-чуть уменьшает бас, а дип-бас срезает высокие частоты, но на кривых АЧХ отличия практически нет вообще. То есть, общий уровень получается на 3D сильно падает, на дип-бас чуть ниже, чем Balanced, но, в принципе, как бы кривая меняется незначительно, как я уже сказал. Басик-колонка отменно, и если комната небольшая, то резонанса от баса очень много, и вот в ванной комнате мне кроме баса не было вообще ничего слышно, так что рекомендую использовать ее на улице или в каких-то достаточно больших помещениях. Орет она невероятно громко, но выделяется именно бас, и вот верхняя часть средних частот. То есть, имеет такое ярко выраженное клубное звучание. Мне показалось это неплохой имитацией большого звука, ну, например, для тех, кто пишет музыку. По стилистике подойдет разве что что-то клубное, попсовое и такое молодежное. В общем, колонка реально от ас, если нужно подвигаться на природе. Хотя я и кино на ней смотрел, и слушал все подряд, отличное решение для тех, кому нужен именно такой огромный качевый бас, чтобы было очень реально очень и очень громко. Ну, вот такая вот колоночка. В принципе, все в плюс. Не всегда только с первого раза получается зажечь сенсорную панель, но это ерунда, это мелочи. Ну, и что мне не понравилось, что надолго нельзя оставить, приходишь все выключено, приходится снова включать, снова коннектиться, а так здорово. Здорово, что можно, например, зажимать кнопки прямо сквозь заглушку. Заглушка у меня нормально, у кого-то вылетает, у меня нормально держится. Металл, все красиво выглядит, не стыдно где-то поставить. Голосовой ассистент, все красиво, здорово. Вот эта часть, конечно, немного заляпывается, а так класс. Я доволен, мне понравилось, но, конечно, такой звук прям очень клубный. Прям, если надо послушать что-то, вот какие-то диджейские сеты, вообще потрясающе. Ставил, дослаждался, здорово. Послушать баха, ну, здесь это не для этого данная колонка предназначена. Собственно, Tronsmart Element T6 Max, 60 ватт беспроводного звука. Интересно, если вам интересен вот этот вот фактор, вот этот вот тип звучания. А на этом у меня все, всем спасибо, всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok